В эфире новости на шестом канале в студии Алексей Дудин. Здравствуйте! О самом важном в политике, экономике, бизнесе, культуре и спорте расскажем в нашем сегодняшнем выпуске. Если хулиган оказался человеком с нестабильной психикой, кто ответит за причинённый людям вред? В Ковровской многоэтажке произошёл взрыв газа. Пожилая женщина позвонила в органы полиции, попросила о спасении, поскольку её сын в нетрезвом состоянии, недавно выписавшись из психиатрической клиники, где проходил в очередной раз лечение хулиганит, выгнал её из дома. Ситуация на контроле областных властей. Губернатор в срочном порядке выехал в Ковров на место происшествия. Телефон горячей линии и два раза в неделю любой, кто пострадавший, будет организована прямая встреча в администрации. Переживают, что скорая помощь не успеет к больному. Жительница Оргтруда устроила одиночный пикет у Белого дома. Мы действительно получали своевременную, качественную медицинскую помощь. Теперь мы этого, видимо, лишаемся. Один человек погиб и 11 получили ранения. В Коврове, в многоквартирном доме по улице Зои Космодемьянской, взорвался бытовой газ. Трагедия произошла в минувшие выходные. Пожарный звонок поступил в ночь суббота на воскресенье. К месту происшествия немедленно были высваны пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. Когда пожарные прибыли, то они установили, что огнем были охвачены две квартиры на первом этаже. Перезбородка между ними была разрушена вследствие хлопка. И уже начинали гореть балконы выше лежащих этажей. Как сообщает пресс-служба МЧС, общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. На другие квартиры огню спасатели не дали перекинуться. По данным Следственного комитета, основной версией случившегося можно считать неадекватное поведение одного из жильцов, который недавно выписался из специализированной клиники. Мужчина вырвал шланги, которые были подсоединены к плите и газовому водонагревателю. Пожилая женщина позвонила в органы полиции, попросила о спасении, поскольку ее сын в нетрезвом состоянии, недавно выписавшись из психиатрической клиники, где проходила в очередной раз лечение, хулиганит, выгнал ее из дома. Она очень переживала за своего супруга, который находится в состоянии инвалидности. Прибывшие на место сотрудники полиции пытались наладить контакт с мужчиной, чтобы он пустил их в квартиру, но не получилось. На помощь прибыл и муниципальный ковровский поисково-спасательный отряд. Когда его бойцы пытались взломать дверь, произошла детонация паров газа, и огонь вырвался на лестничную площадку. В результате наши коллеги получили телесные повреждения от осколков входной двери и ожоги, и иные травмы в результате были госпитализированы. Медицинская помощь и госпитализация понадобилась четырем сотрудникам полиции, двум сотрудникам поисково-спасательного отряда и пяти жильцам. В наиболее тяжелом состоянии 47-летний мужчина, который спровоцировал взрыв. Он получил 90% ожога в поверхности тела. И 75-летняя пенсионерка, проживавшая в соседней квартире. Толщина межквартирной перегородки составляла 15 мм и была разрушена взрывом. Женщина получила 80% ожогов. Обоих доставили в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Отец хулигана, 70-летний мужчина-инвалид, находившийся в квартире, где произошел взрыв, погиб. На сегодняшнее утро нашему следователю, врачи Нижегородского центра, прогноз по 47-летнему мужчине, у которого констатировано 90% ожогов поверхности тела, пока не дают. Проводятся все необходимые медицинские квалифицированные манипуляции. Более оптимистично врачи настроены по поводу состояния здоровья пенсионерки. Стараются оказать ей помощь, которая сохранит ей жизнь. Ситуация на контроле областных властей. Владимир Сипягин в срочном порядке выехал в Ковров, где в минувшие выходные произошел взрыв бытового газа. Губернатор провел срочное совещание по вопросам оказания помощи пострадавшим и дальнейшей помощи жильцам дома. Напомним, при взрыве пострадало 12 человек, есть один погибший. Сейчас установлено, что несущие конструкции дома не пострадали, угрозы обрушений нет. От актов мародерства дом охраняет полиция. Местные власти отчитались о проделанной работе. Мы выэвакуировали, во-первых, обесточили и отключили газ и водоснабжение по всему этому дому. Хотя пострадал только средний подъезд. И произвели эвакуацию именно конкретно вот этого части, этого здания. Как сообщал ранее пресс-секретарь губернатора, эвакуация проводилась из второго и третьего подъездов. На улицу выявили 48 человек без детей. От пункта временного размещения в гостинице Ковров жильцы отказались и отправились к родственникам. Что касается пострадавших... Сейчас на данный момент в учреждении находятся 6 человек. Четверо из них сотрудники МВД и два сотрудника ЧАЭС. Состояние пятерых удовлетворительное. Трое из которых будут сегодня после проведенных обследований отпущены домой. И три человека останутся и продолжат лечение в учреждении. После совещания губернатор выехал на место происшествия. Владимир Сипягин побывал во всех пострадавших квартирах и оценил масштаб разрушений. Так, в большинстве подъездов выбиты двери, а в квартирах разбиты окна. Сипягин уже дал распоряжение, чтобы во всех пострадавших квартирах установили новые стеклопакеты и двери не за счет пострадавших жителей. Для нуждающихся будет открыта горячая линия. Телефон горячей линии и два раза в неделю любой, кто пострадавший, будет организованы прямые встречи в администрации. Там будет сотрудник сидеть в установленные часы. Сейчас мы определимся, как вам говорили. В какие дни, в какие часы. Вы можете приходить, задавать любые вопросы, все будет фиксироваться. То есть телефон и личные встречи. Хорошо? Также губернатор посетил и больницу, где находятся пострадавшие сотрудники полиции поисково-спасательного отряда. Огромное спасибо, что выполняли настолько профессионально свои обязанности и, не боясь ничего, зашли в квартиры, зашли в подъезд и помогли жителям спастись, потому что многие могли погибнуть. Поступок полицейских и спасателей губернатор назвал подвигом. Он обещал переговорить с руководителями этих бойцов, чтобы их представили к наградам. А от администрации области Сипягин обещал этим людям благодарность и материальную помощь. Екатерина Корнилова, 6 канал. Сколько денег должно в госбюджет Владалка? По мнению следователя регионального следкома, более 51 миллиона рублей. На сайте ведомства появилась информация, что данное общество с ограниченной ответственностью уклоняется от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Возбуждено уголовное дело. Как гласит пресс-релиз, в целях получения необоснованной налоговой выгоды должностные лица использовали форму заключения фиктивных сделок, в том числе с взаимозависимыми и подконтрольными лицами и контрагентами. В налоговую документацию включались ложные сведения. В результате уклонение от выплаты НДС превысило 40 миллионов рублей. Налога на прибыль свыше 11 миллионов рублей. По данным следствия, дирекция завода оспаривает размер недоимки в арбитражном суде. Следователь намерен добиться добровольного перечисления недоимки в бюджет Российской Федерации. Оксана Сверидова этим утром с плакатом в руках встречает чиновников Белого дома. У здания областной администрации жительница оргт труда устроила одиночный пикет. Женщины требуют сохранить в микрорайоне станцию скорой помощи. О ее ликвидации пациенты узнали еще этой весной. После массового митинга многих переговоров с департаментом здравоохранения ситуация не изменилась. По словам местных жителей, бригаду, которая обслуживала отдаленные микрорайоны Владимира, оргтруд и лесной сокращают. У нас ежесуточно заступала одна бригада. Это норма как раз по закону на 10 тысяч человек. Она обслуживала лесной и оргтруд. То есть все в пределах нормы, как бы в 20 минут они всегда успевали. Мы действительно получали своевременную, качественную медицинскую помощь. И теперь мы этого, видимо, лишаемся. День Икс для жителей оргтруда настанет 4 июля. Именно тогда подстанция в микрорайоне перестанет существовать. Люди боятся, что бригаду из Владимира придется ждать в отдаленной территории часами. Тем более с учетом вечерних пробок. Но и это, по убеждению пациентов, лишь начало бед. С апреля этого года оргтрудовцы повторяют. Главная цель этих мероприятий – ликвидация местной больницы номер 7. Ранее там уже закрыли круглосуточный стационар. Забрав у нас скорую помощь, они потом закроют всю поликлинику. Потому что наша поликлиника находится на самообеспечении. И финансирование по нашей скорой в нашу поликлинику поступать уже не будет. И как бы через 3 месяца или полгода они не сказали, что денег нам не хватает даже на содержание больницы. Переубедить местных жителей попытался Алексей Мазалев, директор департамента здравоохранения. Наткнулся на одиночный пикет по дороге в Белый дом. Чиновник уверял, обычные жители не почувствуют никаких изменений. Бригаду, что работал в оргтруде или сном, лишь на бумаге присоединял к Владимиру. А по факту фельдшеры так и останутся работать в микрорайоне. У людей другая информация. 4 июля медиков просто сокращают. Задача только одна. Сделать лучше, сделать качественнее. И сегодня специалисты, которые работают в больнице номер 7, они будут трудоустроены. Они не трудоустраиваются в больницу скорой помощи города Владимира. Я с ними общаюсь. Они все идут в центр занятости искать новую работу. Мазалев признался, медикам предлагали лучшие условия труда на Владимирской станции скорой помощи. Но они почему-то отказываются. Причин для паники, повторяет директор департамента, все же нет. Но выясняется, что его мнение расходится со словами его же замов. Мы были у Овчинниковой в понедельник. То есть она прямым текстом говорит, что нет, круглосуточный стационар мы не вернем. Да, скорая помощь будет приезжать из города Владимира. Не будет у вас там никакой станции скорой помощи. И больницу мы планируем присоединить к больнице номер 5. Это автоприборская поликлиника. Вот на сегодняшний день за автоприборской поликлиникой уже закреплено 81 тысяча жителей. Это почти треть Владимира. Попасть туда, в стационар, какому-то узкому специалисту, УЗИ. Это два месяца люди ждут. Кто прав, решать будут уже в кабинетах. Мозалев позвал инициативную группу из оргтруда на прием. Реакция одна. Мы сохраняем скорую медицинскую помощь. Мы обеспечиваем более лучшую заработную плату. Мы хотим развивать больницу номер 7. Мы хотим и будем стремиться к диалогу. В любом случае, мы точно такие же жители, как и вы. У нас нет другой земли. У нас нет других медицинских работников. Мы все в одной лодке. Жители готовы бороться за местную больницу всеми силами. Задача максимума – добиться отмены приказа о ликвидации станции, вернуть круглосуточный стационар, прием узких специалистов. Для этого жители оргтруда ближайшие 10 дней, каждое утро, будут встречать чиновников Белого дома с одиночными пикетами. Валерия Саенко, Александр Мажаров, 6 канал. В областной администрации появится новое ведомство – департамент цифрового развития Владимирской области, для того, чтобы реализовать в регионе национальную программу цифровой экономики. В Рио замогубернатор Боцин Харченко отметил, что пока в области нет структуры, которая контролировала бы процесс цифровизации. А между тем, чтобы исполнять НАСПрограмму, уже в следующем месяце областные власти должны выбрать 20 региональных проектов, нацеленных на развитие цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Денег на новое ведомство не потребуется, заявили в Белом доме. Новую структуру перепрофилируют из Комитета информатизации и телекоммуникации. Комитет должен осуществить все мероприятия, связанные с переводом сотрудников, с передачей документов и имущества, с доведением финансовых и хозяйственных дел до конца года. Потом он будет упрощен в установленном порядке. В Рио вице-губернатора прокомментировал и принятие депутатами ЗАГСобрания изменений в законно-бюджетных отношениях. По новому закону субсидии из областного бюджета муниципалитетам будут распределяться только с согласия депутатов. Напомним, парламентарии выразили мнение, что новый закон поможет распределять деньги между районами более объективно. На самом заседании администрация области просила отложить принятие законопроекта. Чиновники намекали, что им не хватило времени ознакомиться с документом и взвесить все за и против. Это может повлиять на темпы реализации национальных проектов. Поэтому дискуссии начались и до сих пор на федеральном уровне не определились. Поэтому мы очень осторожны в этом вопросе. Вполне возможно, это уже мое мнение, как куратора проектной деятельности, может быть, не надо было спешить с принятием этого закона, повременить хотя бы до того дня, когда определится в этом вопрос федерация. Наша претензия в том, что не дали возможности конструктивно поработать с отметным. Проект закона должен подписать губернатор. Если же он наложит на него вето, документ вернется на доработку депутатам. Сами парламентарии еще на заседании ЗАГС-собрания отметили, что законопроект разрабатывался долгое время, но особенно остро его необходимость стала заметна на публичных слушаниях по бюджету. Здесь дорабатывать по большому счету нечего. Норма, которая звучит, она однозначная. Мы либо с вами распределяем субсидии закона Владимирской области, либо не распределяем. В центре внимания агротуризм. Татьяна Микотина в этом бизнесе уже давно. Все началось с 96-го года, когда хозяйка этого фермерского хозяйства окончила сельхозакадемию в Иванове. Сегодня одна из главных ее достопримечательностей – эти куры. Были популярны петушиные бои, и вот специально для таких петушиных боев вывели нашу русскую породу. Вот особенность этой породы – то, что, во-первых, гребешка нету, как бы. Это специально было сделано для того, чтобы птица не обмораживала гребни. Другая особенность – разноцветный окрас, говорит Татьяна. Этих кур и петухов, по ее словам, вывели около 200 лет назад. У бойцовых есть и свое название – Орловская ситцевая. По фамилии графа Орлова-Чесменского, рассказывает Татьяна. Но она их разводит вовсе не для петушиных боев. Сейчас эта порода уже не используется как бойцовская, потому что у нас петушиные бои запрещены. Мы ее разводим как наше наследие, как наше достояние России. Просто мы не имеем права, чтобы эта порода куда-то исчезла. Ну и в то же время мы знакомим туристов, которые к нам приезжают, с такой породой. А туристы приезжают к ней не случайно. Дело в том, что Татьяна занимается особым видом деятельности – агротуризмом. Если многие стремятся посмотреть на городские достопримечательности, то немало и тех, кто хотел бы познакомиться с жизнью села, говорит женщина. Помимо кур, она разводит и гусей. Супруги Кузьменко в прошлом году уже приезжали в хозяйство в качестве агротуристов. Впечатления только положительные, говорит Сергей. В прошлом году посмотрели гусиные бои, нам очень понравилось. Вы не видели? Видели. Очень, очень понравилось. Вот, я рекомендовал своим друзьям, несколько человек у нее купил этих гусят. Вот, и эти гуси уже начинают драться в разных местах Подмосковья. Но агротуризм в России, по мнению женщины, не так развит, как, например, в Европе. Татьяна даже ездила в Италию, чтобы перенять опыт. Теперь она точно знает, что одна из проблем – это отсутствие закона об агротуризме. Он бы мог позволить фермерам рассчитывать на поддержку со стороны государства. В Госдуме, кстати, рассматривается два предложения. Первое – позволит таким хозяйствам заниматься туризмом. Второе – сделает сельский туризм важным направлением к государственной аграрной политике. В ЗАГС собрания региона эту инициативу поддерживают. Мы, как депутация законодательного собрания, оказываем всяческую, всевозможную поддержку сельским труженикам, жителям села. Большое количество граждан приходит ко мне отлично на прием по решению самых различных вопросов. А пока этот закон в стадии рассмотрения, Татьяна Микотина надеется, что в будущем такие хозяйства, как у нее, смогут попасть в туристические буклеты и маршруты. Это предложение включено в законопроект. Алексей Домнин, Шестой канал. Провели очередной контрольный поединок. Футболисты Владимирского торпеда сразились с футбольным клубом «Рязань». Эта команда выступает также во втором дивизионе, но в зоне «Центр». Матч завершился в ничью 2-2. Причем отыгрались подопечные Дмитрия Везьмикина, уступая два мяча. Отличились в нашем составе Дмитрий Чернухин и Никита Андреев. Также вовсю к предстоящему сезону готовятся организаторы. По предварительной информации, в зоне «Запад» будут выступать 14 коллективов. Первый тур должен состояться 16 июля. На 20 число запланирован старт Кубка России. И в предстоящем сезоне стартует новый турнир Кубок Лиги. Команды 2-го дивизиона из всех зон будут разбиты на группы по 4 коллектива. В группах игры будут проводиться в два круга – дома и в гостях. Матчи группового этапа состоятся в августе, сентябре и октябре. Это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону 36 66 66. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Берегите себя и своих близких. Сегодня ночью во Владимире облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит плюс 15 градусов по Цельсию. По прогнозам синоптиков, завтра днем во Владимирской области будет малооблачно, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут 21-22 градусов выше нуля. Ветер западный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров штутного столба. Влажность воздуха 52 процента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова